В Цхинвале в Гвардейской средней школе номер два имени Героя Советского Союза Константина Кочева состоялось открытие музейного уголка «История школы в лицах». В начале мероприятия ученик школы Хасбулат Гучмазов зачитал небольшой доклад о богатой истории школы. Школа была основана в 1934 году. За это время здесь проработали сотни учителей, сменялись директора. На мероприятие пригласили множество гостей, среди них президент Анатолий Бибелов. Я желаю всем ученикам, которые учатся, которые учились успехов в своем жизненном пути. Я уверен, что еще много учеников, которые нас порадуют своими достижениями на своем жизненном пути, которые достигнут максимального, что им приночертал год и к чему они в принципе готовы. Желаю, конечно, больше золотых медалистов. Желаю больше учеников, которыми мы все завтра, не только вторая школа, но и республика Южная Ситя, в принципе Российская Федерация, могут гордиться и могут говорить, вот это выпускник нашей школы. И это я желаю всем нашим школам. На стендах были выставлены черно-белые фотографии с 1934 года, со дня основания школы. Из дверей учебного заведения вышли тысячи прославленных выпускников. Их фотографии также угрозили один из уголков. Сегодня здесь собрались выпускники разных лет. Закончил вторую школу в 1956 году. Я что хочу сказать про свой класс, кого я вспоминаю и помню, ни один не остался без высшего образования. С нашего класса четверо защитили кандидатские диссертации. Один доктором был, сынокой Мурат Петрович. Мне очень приятно, что традиции сохраняются. Очень понравилась мне директор школы. Кстати, ее мать училась со мной, закончила школу Замира Зангеева. Я очень люблю вторую школу и очень рада за нее, что сегодня у нее такой позитивный директор, как моя же ученица Ольга Александровна Михайлиди, которая оживила и создала вместе со своим коллективом эту красоту. Есть очень большое количество таких семей, которые с поколения в поколение учатся в этой школе. По счету, 16-й директор этой школы Ольга Михайлиди рассказала об идее создания музейного уголка. Благодаря моим родителям я знаю много поколений тех лет, выдающихся людей тех выпусков. И эти люди настолько теплые, настолько индивидуальные в истории нашего города и вообще нашей Южной Осетии, что, конечно, хотелось бы говорить о них детям. Потом мы решили, а давайте сделаем так и соберем большие воспоминания в одном едином пространстве, чтобы было всем тепло и уютно. Как отметила Ольга Михайлиди, уголок будет пополняться, так как история школы очень богатая. Из ее стен вышло много людей и за короткое время собрать информацию обо всех было невозможно. Вадим Ачачиев в Арсенгасе в информационный выпуск сегодня.